А вы в курсе, что в Кубанской ярмарке, которая буквально на днях завершилась в Краснодаре, участие приняли более 800 фермеров, а также производителей с Южного федерального округа? В первый же день главное аграрное событие года посетили тысячи человек. Продукты скупали буквально тележками. Большие очереди выстраивались за прилавками с овощами и фруктами, мясной продукцией, рыбными деликатесами. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Но в первый день работы ярмарки ее посетил губернатор Краснодарского края в Немин Кондратьев. Он отметил, что на развитие отрасли сельского хозяйства направили 1 миллиард 200 миллионов рублей. И таких мер поддержки нет ни в одном субъекте нашей страны. Смотрим сюжет и далее вернемся в студию. Приходите к нам, чтобы выпить настоящий погодаевский сочинский чай. Пробуйте колбасы из Денского района. Вкусно все очень. Копченые, вареные, жареные. Подходите, пробуйте. С Крымского района из натуральной продукции кисломолочная продукция. Всем, чем богата Кубань в одном месте, представить свою продукцию на ярмарке для каждого района большая честь. Натуральные продукты, свежие и спелые. И как тут можно пройти мимо? Это самый вкусный павильон. Колбасы, рыба, сырые напитки. Чуть дальше находятся овощи и фрукты. И это все можно не только купить, но и попробовать. Вот, например, свежая кубанская клубника. Прямо с грядки. И аромат у нее, ну, очень манящий, а по вкусу, по вкусу также не подводят. Вот такую ягоду можно выращивать дома на подоконнике. Фермер Владимир Антропов обещает, урожай будет круглый год. Прямо с грядки на прилавке кубанской ярмарке он привез рассады клубники разных сортов. Шарлотта, Маэстро и Ирма. А вот Андреас явно оценит городские жители. Вот, пожалуйста, посмотрите, красота. Вы посадили землю у себя в горшочке. Ну, можно два кустика посадить. И выращиваете. В течение этого времени вырастут цветоносы. Вон, посмотрите. Какая кубника. Если вы понюхаете, это что-то такое. Это шарлотта. Более 800 фермеров предлагает свою продукцию. Каждый старается удивить вкусом и подачей. Неизменно одно – качество. За него ратует каждый. Это мороженое джелата. Мы его делаем в Ельске. Наш принцип такой. У нас нет мороженого и вчерашнего молока. У нас всегда все сырье свежее, продукты свежие. И все всегда вкусное. Колбаса из мяса, между прочим. Без никаких добавок, улучшителей вкуса и всяких там предкусителей. Все натурально. И мы боремся за натуральные продукты питания, выращенные на Кубани. В этом году агропромышленная выставка поделена на 12 зон. Это все, что производят на Кубани. Вино, мед, копчености. На площади 3,5 гектара место нашлось птицам и крупным рогатому скоту. Городы перемещаются по стойлу Грегор, Сатир и Люси. Коза необычной расцветки не только привлекает внимание, но и имеет высокую продуктивность. Однако нубийская порода пока не так популярна в нашей стране. Молоко не имеет послевкусия. То есть у молока нубийских пород имеется просто сливочный вкус. И также продукция, которая изготовлена с этого молока, даже когда вы кушаете бутерброд с сыром, с горячим чаем, то ощущается всегда прикус сыра. По торговым рядам прошел и губернатор края. Вениамин Кондратьев посетил на ярмарке все три павильона. Пообщался с продавцами и попробовал настоящие кубанские делькатесы. Такие, например, как сушеные арбузы. Никого уже не удивляет, что местные товары буднично и незаметно вытесняют с прилавков зарубежные продукты. И даже такие экзотические, как мидии и устрицы, в Краснодарском крае успешно импорты замещают. В Черноморске выращиваем, сами с Франции покупаем малька, здесь выращиваем. Три года растет, два с половиной, три лет. Друзья, это долгие деньги, по большому счету. Единственное, что, конечно, они покупаются потом или нет? После двух с половиной лет. Ну, окупаются, конечно. Эта продукция обречена быть нашей, черноморской. Потому что тот санкционный режим, который есть, не позволяет теперь этим устрицам нам приезжать из заморских стран. А для вас это как раз огромная ниша, которую вы можете занять. Как бы ни было, мы вчера не могли даже и подумать, что наши мидии, наши устрицы будут нашими. А сегодня они еще вкуснее, потому что они наши. А сегодня мы можем, в самом деле, поставлять и химистораны, и, я уверен, завтра и в сети. Участие в кубанской ярмарке в основном принимают представители малого бизнеса. То есть те, кто сам выращивает, сам собирает урожай и сам занимается его переработкой. Это небольшие крестьянско-фермерские хозяйства и семейные предприятия. За их развитием стоит будущее агропромышленного комплекса региона. А это, в свою очередь, скажется и на стоимости кубанских продуктов, рассказывает губернатор. Посетителям ярмарки в ответ на их предложение заморозить цены. Моя задача не снизить цены, а сделать больше производителей. Чем будет больше производителей, тем будет больше конкуренции. И они вынуждены будут сами свою цену чуть-чуть снижать. Но чуть-чуть. А вот если снижать цены административно, неправильно. А правильный путь – создать условия, чтобы больше было всех ростов товаропроизводителей. Качественные. У прилавков ажиотаж. Спешки купить все самое качественное и вкусное. Люди с разных точек не только края, но и России толкаются тележками. Для многих покупателей уже традиция – делать покупки на аграрной выставке. Я, во-первых, приехала из Казани, и поэтому я впервые на этой ярмарке, конечно, глаза разбегаются. Купила масло, купила овощи. Спасибо большое. Впечатляет, очень впечатляет. Купили, мясо купили, виноград купили, рыбу купили. Какую-то хорошую ярмарку. Пока все очень нравится. Уже набрали и мясо, и чаев, и рыбу, и сыра. Так что на этом, думаю, еще не закончится все. Нам очень понравилось, очень. Каждый год мы еще рыба, пиво, сыр, но все, что вкусное, все мы берем. Колбаса из мяса, между прочим. Без никаких добавок, улучшителей вкуса и всяких там предкусителей. Все натурально. И мы боремся за натуральные продукты питания, выращенные на Кубани. Кубанскую ярмарку сравнивают с зеленой неделей в Берлине. Мы действительно приближаемся к таким масштабным показателям. Сегодня ярмарку посетило десятки тысяч человек. И с каждым годом ее популярность только растет. Увидеть, чем живет и прославлена Кубаня. Также попробовать местные продукты можно будет до 7 октября. Ну, об итогах участия сочинских фермеров в кубанской ярмарке, об основных достижениях сельского хозяйства в городе Сочи, мы сегодня поговорим с директором департамента по охране окружающей среды лесопаркового сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Андреем Платоновым. Здравствуйте, Андрей Петрович. Спасибо, что к нам пришли. Расскажите, как в Сочи был представлен на Кубанской ярмарке и с каким опытом вернулись сочинские фермеры сюда домой? Я проведу несколько цифр. Давайте. С вашего позволения зачитаю. Значит, от города Сочи на ярмарке присутствовало 14 организаций, в том числе по кластерам. Она разделялась, но не было общепринятой нормы, где вот в Сочи, там она по темрюк стоят отдельным стендом. Выставка была разбита по тематике, занимала три огромных павильона, и во всех трех павильонах были представлены наши представители из 14 предприятий. Так, по продовольственным товарам у нас приняло участие 8 участников, по пчеловодству 1 участник, по виноделию и агротуризму 2 участника, садоводство, виноградо-садоводство 1 участник, пивоварение, безалкогольные напитки 1 участник, и по растеневодству 1 участник. Вот, стенды наши были представлены достаточно красочно, хорошо, и Венемин Иванович Кондратьев, когда существовал обход ярмарки, он практически подошел ко всем нашим участникам. Участники, предприниматели, которые находились на сцене, имели возможность задать вопросы губернатору, и, собственно, Венем Иванович оперативно реагировал, давал поручения. Ну, собственно, был такой живой диалог, что наши участники, которые приехали, они были информированы о помощи администрации Краснодарского края в части развития их направлений, которые они представляли. А вот насколько вообще в развитии сельского хозяйства и городские краевые власти в городе Сочи заинтересованы, ведь все-таки главное направление это санаторно-курортная отрасль, как двигатель экономики, и если заинтересованы, какие вот направления сегодня развития сельского хозяйства у нас в приоритете? Давайте мы объективно посмотрим. Да, санаторно-курортная отрасль, как вид деятельности, вид привлечения сюда людей, вид экономики, где люди тратят деньги, безусловно, лидирует. Но если мы представим на минуту, что в гостиницах, в санаториях, в ресторанах нет продуктов питания, тогда приходит понимание, что все-таки развитие агропромышленного комплекса, оно, ну, будем скромны, идет нога в ногу с развитием санаторно-курортного комплекса. Как качественные продукты питания, овощи, фрукты, которые на протяжении всего круглого года и в летний период особенно находятся на столах у наших отдыхающих, у наших гостей, ну, это говорит о том, что отрасль жива, она работает. Да, само по себе развитие сельского хозяйства в городе Сочи претерпело кардинальные изменения. То есть, того сельского хозяйства, которое было до Олимпиады периода, до Олимпиады, до 90-х годов, которое есть сегодня, ну, очень сильно отличается. Вот. Но, тем не менее, развитие сельского хозяйства идет. Есть несколько программ, которые поддержаны губернатором. Речь идет о совместных усилиях по развитию чайной отрасли. Принята краевая программа и, ну, буквально какое-то время назад наш губернатор проводил выездное совещание, где еще раз подчеркнул о приоритете развития чайной отрасли, о восстановлении всех тех посадок чая, рекультивации, которые сохранены и есть на территории города, и о безусловной поддержке краевого бюджета в развитии чайной отрасли. И, более того, он дал поручение Министерству сельского хозяйства Кубани и моему департаменту, нашему городу, в части отработать предложение по включению развития чайной отрасли в федеральные программы. Да, недаром губернатор называет стратегической задачей развития чайной отрасли. Согласны с этим? Да, да, это единственный регион, понимаете, наша огромная страна. Ну, наш Сочи – это единственные маленькие субтропики в этой стране, где произрастает чай. И не случайно в советское время этому направлению придавалось очень большое значение. И, собственно, благодаря тем государственным программам, которые действовали тогда, мы, собственно, и получили эту чайную отрасль. Более того, я хочу сказать, что чайная отрасль на сегодня, она сохранена, она развивается. И она сегодня служит тем фундаментом, скелетом, который держит весь агропромышленный комплекс и будет держать в перспективе в нашем городе Сочи. Ну, кстати, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил закрепить понятие «краснодарский чай» на федеральном уровне, чтобы защитить интересы покупателей. Давайте послушаем. Шелуху под бреном краснодарского чая продавать мы никому не позволим. Это и неправильно, и несправедливо. А это не то, что даже удар по экономике и предприятию, экономике края. Это удар по репутации производителей чая, краснодарского чая. Потому что пьют и думают, что вот эта вот шелупа и есть краснодарский чай. А настоящий краснодарский чай не то, что не нюхали, не в глаза не видели. Я говорю, не говорю, что они его пили. И вот это настоящая проблема. И мы сегодня должны помочь настоящим производителям чая отстаивать рынок. Краснодарский чай Это чая, развитие виноградарства. Но в тех объемах, которые озвучил Вениамин Иванович, развитие винограда с виноделия на территории Кубани, безусловно, мы их поддерживаем, мы их будем развивать. Но они у нас, скорее всего, будут идти под видом агрооблика. Агрооблика Сочи в рамках развития винограда с виноделия на территории Касарского края. И, безусловно, хотелось бы пригласить тех виноделов и виноградарей, которые сегодня сформировали мощную отрасль на территории Краснодарского края, принять участие в формировании агрооблика на территории города-курорта Сочи. Мы готовы им оказывать всяческую поддержку. Губернатор Вениамин Кондратьев всякий раз подчеркивает, что на полках магазинов наших должны присутствовать товары местных и кубанских производителей. В каком объеме они сегодня представлены? По нашим расчетам, до 15% продукции овощной, плодовой представлены на сочном рынке местными товаропроизводителями. Это, безусловно, недостаточно. И наличие тех региональных программ по развитию сельского хозяйства, открытие тех возможностей по представлению субсидий, субвенций, кредитов по развитию малого и среднего предпринимательства, они приносят свои плоды. Так, собственно, на сегодня в части земледелия, в части выращивания субтроплодовых культур, наш город, он действительно уникален, и только у нас возможно выращивание этих культур, таких как хурма, инжир, фейхоа, мандарины, апельсины, лимоны, все в открытом грунте. Киеви – это новая культура, которая появилась без малого 30 лет назад в нашем регионе. Ее выращивание у нас нарастает, и наши крестьяне, крестьянско-фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, начали понимать и принимать помощь от государства. И на сегодня где-то высаживается, до 2020 года будет высажено более 50 гектар субтроплодовых культур. Наши предприниматели, используя субсидии, помощь в развитии тепличных хозяйств, на сегодня получили помощь и построили буквально новых, где-то порядка 8 гектар теплиц. Да, они пленочные, да, это не теплицы пятого поколения, которые тоже необходимы нашему городу. Но то, что наши люди стали понимать и принимать помощь государства, стали развивать возможность выращивания овощей из закрытого грунта, это очень ценно. Помимо этого, в рамках корректировки генерального плана развития города-курорта Сочи, мы ожидаем и просматриваем земли сельхозназначения в части обозначения мест, где возможно строительство уже тех мощных промышленных теплиц. То есть, причем где-то мы рассматриваем площадь от 100 гектар, то есть это буквально 10 комбинатов по 10 гектар, такая возможность у нас есть, вот, и мы идем этим путем, потому что считаем, что наш город достоин кушать круглый год свои помидоры и огурцы. Ну и тем более, помнишь, как там один из комиков говорил, когда у вас клубника, каждое утро 8 утра, вот, собственно, если мы будем получать, добьемся того, что у нас будет клубника каждое утро 8 утра, наша сочинская, ну, наверное, это будет подведением итогов нашей работы. А это перспективы до какого года по созданию вот этих тепличных комплексов? На какой период рассчитано? Программы есть, период в них не оговорен, собственно, я так полагаю, что пятилетние программы, они идут, они будут иметь свое продолжение, ну, это серьезные технические сооружения, сами по себе, да, комплектующие к ним. Это серьезный вопрос стоит по снижению себестоимости, то есть энергоносители, да, стоимость земли, тут вопрос, это те вопросы, которые государство должно каким-то образом отрегулировать. Над этим вопросом мы сегодня работаем, отрабатываем предложения, ну, вопросов очень много, вопрос сложный, но мы уверены, что это все будет сделано в нашем городе. Вы уже упомянули, что в Сочи в сельском хозяйстве в основном задействованы такие малые предприятия, в общем, эта тенденция во всем крае прослеживается, и именно за такими хозяйствами будущие агрокомплексы. Это цитата губернатора Венемина Кондратьева. Согласны ли вы с этим утверждением? И еще одно мнение губернатора, что сельхозка операция – это тоже будущее развитие малого агробизнеса. Прокомментируйте, пожалуйста. Готов подписаться под словами губернатора, воспринимаем их как поручения, которые нужно выполнять. Безусловно, малые формы, я уже говорил сейчас вам о них, они начинают развиваться. Люди начинают понимать, что только своим собственным трудом можно навести порядок на той земле, которая есть, и то, что государство готово оказывать им помощь. А развитие кооперации, как таковой, ну это современная форма работы на рынке производства сельхозпродукции и переработки. Отдельно взятому предпринимателю, ну очень сложно приобрести дорогую технику, приобрести дорогое оборудование. То есть, ну мощности не позволяют. А при объединении кооператоров в пул, в кооператив, это становится возможным. Ну, как пример, скажу, наши чайные предприятия создали кооператив, которые вошли. И уже на сегодня при производстве чая, используя возможности кооператива, они приобретают оборудование по первичной обработке чайного листа, поступающего с полей. Ну и в планах у них приобретение еще оборудования, чтобы максимально приблизить переработку чайного листа на месте его производства в их хозяйствах. И при этом с перспективой строительства чайной фабрики, ну и сети чайных домов, пропагандирующих наш краснодарский чай. То есть, это все в планы кооператива входит. И в беседе с участниками кооператива, они действительно говорят, да, вместе, как в той пословице, гуртом и батьку хорошо бить. То есть, оно веселее получается. Да, трудность есть, простого решения вопроса нет, но вместе это возможно решать. Ну, сейчас я предлагаю вернуться к теме кубанской яблоки, которую мы затронули в начале нашего разговора. Там на стендах были широко представлены морские деликатесы, которые у нас сейчас в крае очень активно импортозамещают. Это, например, мидии, устрицы. Как это направление представлено сегодня в Сочи, как оно развивается? И можно ли сегодня уже в наших ресторанах и кафе попробовать местные дары моря? Я вам скажу, не только можно, нужно пробовать. И наши местные дары моря представлены в наших ресторанах сегодня. И не только в наших. Есть у нас предприятие, которое занимается производством аквакультуры. Есть у нас предприятие, медийная фирма «Куршавель», которая была основана в 2007 году. И является единственной на территории нашего города и юга России, которая производит черноморских мидий круглогодично. И приступила к проработке вопросов производства устриц. Само по себе занятие трудоемкое. Наше Черное море, оно отличается от других морей по своему составу химическому. Поэтому буквально 7 лет идут опыты по выбору тех устриц, которые нормально адаптируются. Работа подходит, собственно, уже к своему завершению. И на рынке сегодня уже представлены не только мидии, но и устрицы. Запланировано, безусловно, развитие этого направления. Дальше, на нашем сочинском рынке представлены производители. В советское время это были рыбколхозы, которые занимались промыслом. Сегодня это уже малые предприятия, которые действительно занимаются отловом черноморской рыбы по лицензиям, которые им даются. И благодаря их работе мы с вами имеем на прилавках магазинов и на рынке свежую барабулю, ставриду. Ту рыбу, которая сегодня водится в нашем море. Поэтому отрасль, я думаю, будет развиваться не только в аспекте освоения моря, но также она развивается у нас в строительстве, в обустройстве рыбных ферм. Так, есть предприятия, которые занимаются, помимо Адерского форелеводческого совхоза, основной наш флагман по производству форели. Есть частное предприятие Вахцок, которое тоже выводит порядка 7 тысяч штук форели. Экскурсия осуществляет реализацию. Есть в Кичимае предприятие, которое занимается выращиванием африканского сома. Причем там даже не просто его в живом виде там жарить. Производное копчение, соление идут. Эти виды, они наверняка будут развиваться, будут расширяться. Поскольку действительно продукт востребован, и он очень дорогой. И чем больше производитель будет, тем дешевле будет продукция, и тем больше наши потребители и жители смогут потреблять этот продукт. В завершении нашей беседы хотелось бы от вас буквально несколько советов для тех, кто хочет заниматься развитием сельского хозяйства в городе, для начинающих фермеров. Какие у нас есть муниципальные и краевые программы, которые могут помочь? Ну, учитывая, что сегодня у нас все продвинутые пользователи в интернете, есть такая возможность, если выйти на сайты администрации города в раздел департамента сельского хозяйства, выйти на сайт Министерства сельского хозяйства Краснодарского края, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, где все виды программ, формы помощи государства в реализации этих программных продуктов, они обозначены. Ну и, безусловно, мы готовы в любое время по заявке дать любую консультацию. Милости просим на Островского 1, где находится отдел сельского хозяйства. Собственно, готовы помогать, содействовать, объединять для того, чтобы в нашем городе было больше хорошей сельскохозяйственной продукции. Да, да будет так. Андрей Петрович, спасибо за беседу и удачи вам в вашей работе. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Андрей Платонов. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин